Амкар поединком с крыльями Советов завершил программу 18-го тура чемпионата страны по футболу. Невзирая на свой гостевой статус, пермики активно начали встречу. Однако забили самарцы, которые первые минуты действовали от обороны. Дальним ударом цель поразил Короман. После этого на некоторое время инициатива перешла к крыльям, но больше добиться успеха амкаровцы сопернику не позволили. Наша команда приложила немало усилий, чтобы отыграться, но везение было на самарской стороне. За голкипера хозяев по разу сыграли штанга и перекладина. Сквитать счет удалось лишь на 82-й минуте встречи. Михалев, несмотря на активную опеку защитника, сумел продраться в штрафную противника и переиграть вратаря. Матч завершился миром 1-1. Благодаря ничей на Волге Амкар занимает сейчас 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий соперник – футбольный клуб Краснодар, идущий девятым. Южане будут гостить в нашем городе в воскресенье 7 августа. Игра начнется в 17 часов 30 минут. Тем временем ряды Амкара пополнил сербский полузащитник Марко Блажич. Ему 26 лет. С 2008 по 2010 годы игрок выступал у себя на родине за команду Цервена Звезда. А начало нынешнего сезона провел в словацком клубе Ружемберек. Контракт Блажича с Амкаром рассчитан на 2 года. За красно-черных игрок будет выступать под номером 6. Сегодня вновь открылся картодром в Камской долине. Как сообщил министр спорта Пермского края Павел Лях, это спортсооружение передано безвозмездное пользование муниципальной детско-юношеской спортивной технической школе Нортон-Юниор. Напомним, картодром в Камской долине был построен в 2003 году. Он одноуровневый, без подъемов и спусков. Его длина 1200 метров, ширина 12. Благодаря качеству покрытия и конфигурации поворотов, Пермская трасса получила признание как одна из лучших в России. Всего в стране на сегодня 7 картодромов. Пермский был закрыт с октября прошлого года из-за проблем с оформлением документов. В связи с этим оказались отменены соревнования, включенные во всероссийский календарь, которые должны были пройти в Перми в мае. Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Телевизионная служба новостей.